От твоего канала только что отписалось 500 человек. Я ждал этого. Да, привет, Накит Акадзе. Тебя с нами нет сейчас физически, но душой ты с нами. Мы стримим на твоем канале. У нас там душа есть, и все, как у нас много. Ладно, все, я же занялся стримом. Давайте все застримим. Каш Витхованский, когда померишься с Фиксом? Чем? Хованский там? Хованский здесь. Маму ебал! Я смотрю все ролики Хованского, ты не похож на нее, это не ты. Сука, это вранье, блядь. Самое смешное, что я красивый, несмотря на то, что камера меня не сужает на лицо. Несмотря ни на что. Так, есть ли кто-то, у кого фингапаламброза? Так, секунду. Ежа, сразу. Хайлайтер, бинго, паламброзы. Еще раз. Ежа, ты опять показываешь, что никого не видишь? Там никого не наклоняешься. Там всех везут и так вот, да, делай. Ладно, я могу переключиться назад. Дай я поборюсь. Ткните пальцем, у кого бинго. Здрасьте. Здрасьте. Давайте я вам передам тогда пообщаться. Вот, я пообщаюсь. Ребят, ну ничего. Это канал Апостол, все равно. Это планшет. Можно показать на аллее. Канал Апостол. Значит так, что мы скажем в аудитории Апостол. Микрофон, микрофон, микрофон. Он переключился на общий. Отписывайтесь, кидайте стрессы. Ставьте дизлайки. Какая ты сука. Ну это же не твой канал. А, то мой канал, блядь. Ну, блядь, я сделал все, что смотрит. Нас смотрит сколько человек? 19 человек? Какие? Короче, смотрите. Всем добрый вечер. Здрасьте. Юрий Гейкер в Сыктоне. Здрасьте. Микрофон. Васил. Ладно, я не умею стримить. Давайте, кто тут стример? Передаем. Передаем. А, говно собачье, конечно. Это микрофон. Вот это микрофон. Сейчас в углу поставить надо, чтобы он заработал. В смысле? Кого? Кого, блядь? Не, я думал там... Это же старый прикол, что... Я залетаю на бит, чтобы тебя мощно тряс его флор. Пара строк, и ты погиб, и я хочу, чтобы тебя разнесло. Вот, каменотесы и снег, и бурщики. Они все на колесах. А, я думал, это был, типа, вот этот старый. Давай. Включай. Старый, если ничего. Давай, да. Передаем. Шаума нежнейшая мясо, я ебал в рот ребенка. Он сканирует ухо на предмет того уха, это или не ухо. Ой, извините, я прошу. Это микрофон. Единственное, что... Здорово. Мы все тут. Ваше здоровье. Садитесь к нам, пап. Микрофон на этом работает. У нас тоже есть столик. Мы можем, кстати, чуточку раздвинуться. Вот так же. Опять-то на групповую. Нет. Мы можем вот так, поболее раздвинуться, чтобы все вместились, нет? Нет, так нет, все. Сейчас еще подойдет. Частый бьян. Нет, ну, в принципе, мы тут можем, наверное, сниться с нашей стороны. Есть еще место. Ну, господи, сколько же людей я на балансе я делаю? С меня нет. Я нервами платил. А я не раздвинуться. Ну, есть. А я не что? А я не что? А я не что? Я не помню. Донат. А, нет, тебе, нет. Тебе не донатят. Тебе кто-то занавесил, и мной просто со своими тщательными нарушатся. Не, да. Я не донатил дома, когда у него был дядя Джо в своей классе. Не знаю, мне почитать. 32 человека. Минимально, чтобы это было. Ну, блядь, 30. Да, вот. Ну, все равно донат на детстве и так далее решалось. Тебя расстраивать надо и все так далее. Я же не к визере постичь. В группе. Я не сказал, что забанил, но в любом случае есть возможность поставить на прошу программу. Если есть контра с ВАЦИМ, то можно запустить страницу. Че там? Может я там? Ну, конечно. Ну, да, притс можно настройку. Ну, это да. Время закончилось? Все? Все, расходимся. Я только оно сделал. С дата сидели. Я только иначе. С дата сидели. Я только иначе. Те, которые позволят. Нас мало, но мы потеряшим. Здесь больше народу, чем у тебя на стриме. Апостол. Пиздец. А вы все подрубите? Ну, вот щас. Моя техподдержка работает. Техподдержка. Девушка, а что вас вот сбудило стать официальным хайлайтером? Это не флаги. Это не флаги. Это не флаги. Это не флаги. Нет. Что это? Немножко другое. Другие мотивы. Корыстное. Тупо-желание. Тупо-желание. Тупо-пожилой павук. Тупо-пожилой павук. На хуя на мотив, чтобы хайлайтить. Так, а че там? Как стоит? А, все. Делила, кстати. У меня просто проблемы с негативными навыками в реальной жизни. Я еще хотел... Я еще хотел... От ответственности. Окей, ладно. Я хотел пошутить, что типа она может расставить голову Моргенала. Голову Моргенала? Я же не вслух, да, сейчас? Голову или голову? Голову, голову Моргенала. Чем? Договаривается, договаривается. Это не бритв. Я просто думал, что хайлайтеры Моргенала, это типа школьники прыщавые. Да, мне много интересного пишут про то, кто я. Нет, язычники. Научные язычники, да. Научные язычники, да. К сожалению, не так. Кстати, про вот это так званное язычество... Фу! Ты чё это против нас? Задели... Тонкие струны душности. Нет, нет. Ну это же не то. Я же по-другому как бы специализируюсь. Он же сам себя противоречил. Изначально он говорил, что он типа язычник, потому что там вот этот... никакой природный деталинист. Её поболится, блядь! Поклонение предметам там... Ну, не-не. А он баба, блядь, не ебам. А потом он сказал, что язычники это приверженцы той религии, которая распространена в их регионе. Ну... Он живёт в Америке. Он что, индеец? Не, он имеет в виду более глобальные вещи. Ну... Это тоже защита меньшинства. Он о споре с Европой... Индивидуально он язычник. Ну, моральный. Он говорил о споре с Каином Владом Авелем. Владислав Каин Авелев, Каин Авелев, Владислав. Он сказал, что язычник это тот чувак, который исповедует... Местную религию. Местную религию. Он что, едеец? Не, Маргинал просто не язычник. Он считает, что язычство это хорошо и правильно для выживания человека. Не, у него вообще пояснение языческих богов состоит в том, что, допустим, Зевс это не какой-то дядька сидит там, значит, какой-то действительно молнии. Это тетка. А это именно проявление вот этой молнии. А РС это именно война, да? Хроны скорее. Хронология там, былое. История. 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 Иное. А вы что говорите? Мы эту книгу изучаем. Мы эту же книгу изучаем. С учетом того, что содержание там есть. А вам не кажется, что это просто очередной виток защиты меньшинства? От маргинала, как защита язычества? Запросто. Подкаст с Поповом? Не, я просто считаю, что он слишком много изучал язычества как таковое. Уучал языки своих соседей пообщать. И бац, 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 бац. И стал, значит, собственно языком. Полный чувак. Без знаний, без сты. Без знаний, без... да. Без знаний, без... Вот как мне нравятся эти видео с этим со Стасом. Особенно, когда все тупые. Ему нравится атеистическая мораль. Стас не тупой. Не, не нравится. Что-то там. Весь татья же есть. Стас, какой? Еручок, там, маааа. Ай-ка, ежа. Да, жалтут, ой. Именно так и как это было. Я не знаю, что это было. Именно так. Типа вот светские морали. Нет, если бы алкоголя здесь не было, он бы вполне мирный был. Весь этот, Стас. Мр... Мр... Здесь? В смысле? Какая? Если бы не был алкоголя, там, светские морали. Она дегралировала всю эту жизнь, когда мы выступаем. В таком издачном морали. Про историю? Атеистическая мораль, она может быть вообще любой. Я не смотрел. В смысле? Главное, что рюкзиозная. Она просто может быть любой. Ну, я помню, я не смотрел. Потому что атеист... Я смотрел тот момент, вот, ну, он, как бы, Стас... Может быть, наследников любого вероисповедания. Может, да? Любой морали, любого вероисповедания. Нет? Нет? У них только был офигенный... Ну, то есть... Технически... Я ничего не помню про Первую мировую, но по моему, среди индусов. Там будет, по-моему, Россия в числе победителей. Такое... Ты понимаешь, что там будет другое... А просто не отрицание... Стас говорил, что... Я не говорю об этом. Я хотел Стаса позвать сюда, кстати. А я как просто... Ты понимаешь, что ему б ебал? Он бы не пришел, во-первых. Он боксер. Он же не масон, да? Он над ровными дугами всех будет. Но мне кажется, он больше масон, чем вы все, потому что он коммунист. Потому что он похож на... Так вы же сами не скрываете, что вы коммунисты. Да, да. Ну, поэтому я, собственно... У меня была идея изначально организовать сходку в гей-клубе. Но... Я понял, что... Подождите, а мы где сейчас? В смысле? В тот, как ехан национал сцами. Да. У нас 40-летняя девочка. Что же я хотел сказать о такой умной... Господи... Что про мораль, по-моему, нет? У меня синоптическая связь вызвала сейчас. Очень важная какая-то... Ладно, продолжайте. Хотели что-то умное... Ну, минут через 10, он просто хихикать начнет, он не обращает мне внимания. Да, да. Я к тому, что атеистическая... Знаешь, как... Знаешь, как... Атеистическая мораль может быть приугой. Как на стриме останавливать всех, так... Она может быть христианской, как у Докинга. Я не говорю, чай. В чем принципиальная разница между чайом? Потому что в каком ты обществе родился, в каком ты обществе жуешь... Он пригодился. Такая... В какой... Ну, в какой культуре, да. Ну, общество это... Он носитель культуры, знаешь. Понятно. Такую мораль ты будешь исповедовать. Неизбежно. Просто потому, что у тебя такая привычка. Я думаю, что, например, атеист, христианина, мне кажется, заключается тем, что, в случае атеиста, он обосновывает соблюдение моральных этих контрастей. Частично. Может. Ну, через то, что его бог накажет. Да, я думаю, через... Да, кстати. А через то, что он не накажет. Через что-то другое. Так сказать, контрастирует. Вообще, мораль не строится на науке, и... Нет, основание было построено... Ну... Мораль построена на науке. Ты смешно говорил, что... Пошла слуха нахуй. Вот это смешное видео про аморальность религии? Ну, у него там снял видео просто моральность. Видимо, да. Я его плохо помню. Но просто первая ассоциация, типа, морально основана на науке, и... Он там очень смешно говорил. Он сначала рассказывает... А че-че-че-че, че-че-че объявила? Ты же смотришь. Он сначала рассказывает долго, что, типа... Ну, там, в Ветхом Завете все так аморально, там... Благодарим. Пойдите, мы вас угростим, мы больше всего... А потом, говорит, а мораль, она как и естественно вырабатывается... Человека, как у животных. Не только хайлайтеры не хватят за их работу. А кто здесь главный донатер, чтоб я просто знала? А они все донатите, или что? Не, просто донатьте хайлайтерки, вот, на всякий случай. Пустим по кругу, как в церкви. Пустим по кругу, как в церкви. Охуенная церковь, нет. Католическая... Вы давно не были. А в каком фильме было? А в каком фильме было? У вас нету печки антизма. Да, у нас нет... А в каком фильме было, когда вот эту шапку пустили по кругу? Главный герой начал с ним забирать. Шапку пустили по кругу? Шапку. А есть. Шапку. То ли с этим графом, то ли... Кстати, если кто-то с ним заходит в студенцию, слово от мешающей музыки... У меня с собой он же принес Саня, который залогой спектакль. Мы его можем пустить от строго, или нет? Мы болтаем наш ствол. А как атеизм, если он не формирует как такового... А он не формирует? А он не формирует? Но его формирует в атеистическом... У него была опера. Круги, максимум. Философия. А, все, ребята, начали уже. Я вижу это так, что... Как обширная работа. Производит тракт. А у нас есть возможность... Если что? А вы смотрите в атеизм, то... Да. А почему меня не видно? Вполне. А для этого нет. Там вообще не существует. Кто еще? Что? Не, а аргументы за теми или иными ценностями, на мой взгляд, уже вторичные. Надо иметь тебе стульчик. Не-не-не, у меня есть жидкий. А... Стульчик? Собственно, это имя. Как церминатор. Всем приветствую. Моральная предпосылка идёт сюда... Назад, чтобы, говоря, нельзя её... Ничего не свести. Ну да. Да. Типа, из серии... Рыбе больной, не ешь её. Свет Павлова? Схуёв. Это как дом Павлова. Свет. 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 У нас тут новый Сартов зайдёт. Смотри, красивый? Ну, по сравнению с оригиналом. Я не видел. О, за губин. Посмотри. Прям сейчас. Сартов. Это великий французский экзистенциалист. В 00 веке было безстреливание. У этого телефону надо зайти в克са. Не, ну Хиркегор, безусловно, великий трудный, поцелок. А, да, вроде. Ну, то есть, в принципе, подметить такую вещь, как... Такую красавчику. Нет, в Усартра разные точки зрения. Нет, если мне казаквали, в принципе... Апостол опять сожрал вселенную, ёб твою мать. Ееееееее! И снова и снова эти серийные убийства. Вот! А все смотрели последних Месителей? Нет. Конечно, да. Почему, бхлєь, я вот... я не понимаю почему, Залина Маршинкулова летает... И, блядь, взрывает Залина Маршинкулова? Ну это ц... Почему она, блядь, взрывает Cosmic кораблю взрывают ее? Ну что? Блядь, удвять. Какая Залина, какая Маршинкулова... Я посмотрел фильмы, я не знаю... Печет т... с кожаной иглы на кожаной лица это написано это которая ну это летарь а, кукан теперь я смотрю вот это посмотри мы выработали правильный стимул чтобы добиться соответственно кукань кукань кукань, злые космические корабли я конечно выходил во время просмотра покурить но я не думал, что там пока меня нет кука взрывает космические корабли давайте просто там уже успели отгибать глядским лицом это было сказано не 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 феминизм слишком мало лучше ванна мне кажется еще около пальца а, ну кстати, да, есть такая тема но, блядь христианская культура этих жертвов ох да ох это христианская культура а че блядь христианская культура ну да, вообще слышите, че не нравится че я типа, блядь а даже разговором стиск а я смотри ты индейец язычник бам-бам-бам язычник я стояку молюсь да давай, блядь, уважаю знаешь, какая сложная жизнь стояк ссать охота еще и молиться вот что ты будешь делать нормально вактуальные проблемы язычества в 21-м вактуальные проблемы вактуальные проблемы язычества надо журналы ждать поклонишься о стояку в каком смысле? да, про храбро поклонение стояку это типа аутофиляция после этого ну, эр не выговариваешь стояку 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 это не так смешно как не, на самом деле здравствуйте дамы господа смешно это все все говоришь, я все покажу не, 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 не смешно смешно как у него доступ так так, ребят, на камеру не зигуем нет, там приписать это невозможно потому что я надеюсь, у него нету личных зрителей нет не, есть насколько я понял распространение частной вот этой вот личной информации личной информации это типа она имеет ввиду частные переписки он опубликовал их переписку да но смысл в том, что он опубликовал переписку с собой это не лично нельзя это не лично это переписка если он ее опубликовал переписку то есть что а если он чужую переписку то есть не участвовал тогда и то очень сложно он так он он по мне видно бля грустная хуйня по мне не видно что он не общался не общался не ну типа я должен быть грустным готом наверное типа хуй знает тупым блять да общение или не общение это есть общение общение наоборот наличие общения или намеденность а прикинь а прикинь если на новый год где-нибудь выйдет выйдет такой панчлайн где он обозревался Виктория Медина выйдет такой панчлайн на новый год что оказывается я ее все это время продюсирую и ты подал идею заяву на Элью Николаевича накатать блять да а давай мы напишем ответным заебу пусть он обосрется и сидели ухахатывались полчаса храбро бедный за чего хуя спрашивай сколько задатит найти апостола уже готово как его кикать я кстати скоро крикнусь в азбуку вкусов то уж не говори апостола я не слышу что ты сам скикнешь не надо кикаться бесплатно давай ты не кишешься за деньги да да можете как-то подставку я вижу может кикнуться с апостолом у вас был можно может в акдоте поедут мы его просто переоденем так все хватит я боюсь нету тут такой просторный объект а мы что возьмем прям я вспомнил левиафана гобса нет ни на земле ни на земле ни на небе силы что такое блин нет нет я не думал что он сделал ой блин они кинули сюда лед как он дядь вот насчет контракта это это вот эту фразу можно если расширить на атоме то он просто сказал делай хорошее не делай плохого делай заебись и будешь что да ну то есть это вообще можно ребенку смотри нет я хочу лед убрать кстати да да понимаешь ну как что вы делаете даже это лучше чем если там не кажется он бы кстати отмазался такой фразой делай как рэби говорит давайте сразу айпад еще к зарядке подключим чтоб он не разведился айпад зарядка спасибо есть вайфай не знаю не знаю застремить если посмотреть если посмотреть он должен не чувак на 750 рублей 2 3 сделай так может пока кто то посидит тебе оставить компанию как хочешь рэби тоже грешен кто хочет покурить о это сделать я не покурю нельзя нельзя так буш я воспользуюсь тогда 40 рублей стоит я финансовом представитель наш шалом бачок я на менеджер я когда говорил на каждом стриме я не шучу это грех нет а тем более это низкая культура а очень насыщен не не забор строительство да я понимаю динамическая она в этом смысле не получать ну или в МГУ может быть легче не 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 сейчас мы начнем полноценный стрим у нас технические у господи какой он хороший парам так ну что здравствуйте дамы и господа я всех могу приветствовать напишите пожалуйста слышали меня а вы общаетесь что значит общаемся значительно есть можно будет через глаз как-то на секундочку все очень переоценивают скажем так вовлеченность маргинала в свой контент на ютубе ну вообще насрать если что то есть он вообще за ним не следит он следит за моим страйки он кинет ну я могу он в основном страйки если что но как бы я у него спрашивала есть ли у него какие-то рекомендации пожелания он сказал нет все нормально канал растет поэтому было бы странно но и учитывая его никней то есть чем маргинальнее чем менее организовывало чем менее интереснее ну ну не знаю наверное вот он вообще как он готовится все как они вообще будут проходить потому что все мне будет он не эрудовый я думаю нам очень побольше но все равно так не рукой не рукой привет благодарю вас дебаты не думаешь все нет идея хорошая это не идея нет 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 короче шоколад они могут дебатировать про Польшу про Россию что про Украину про Украину все я понял как вам не стыдно животоотмен у него четверть третий до третий у нас Ольга не 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 а господа напишите пожалуйста в чате не 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 наушник подключен наушник может быть не подключен именно звук не может можно об этом специализм где страшное пошлое просто так говорить нет подожди в дебатах все дебата тема социализм страшное пошлое как сейчас понимаешь такая тема о чем говорить в хайлайтере в не в на а и в в в в в с настоящей в в в котором был там социализм, они в жопе. Парируют. Ну, парируют как это можно говорить. Настоящий социализм ничего не построил. Зато рабочие много прав получили. Вы сегодня представляете, что спасительная жертва русских рабочих, гибли, эмбли, эмбли, так пугало типу капиталистов на Западе, что они дали им права. Да, скажи. Очень много людей так ароментировал, что у них скучно с улицей. Права, которые не были русских рабочих все западные страны, в больных я не знаю. Нет, ну тут в основном всякие донатеры, Боярии из чата Бакрома. Ты можешь передать привет Боярину Рановы? Он из Питера очень хотел приехать. Привет Боярину Рановы. Рановы. Так, еще раз. Покажи всех. Я уже показывал Боярину Рановы. Я просто боюсь только за Боярину, потому что сейчас опять все. Ты есть в чате? Я, как во всех. Вашем это Москва Боярину? Ну да, сейчас полный. Конечно. Алекс Дан, да. Алекс Дан, как, бля, как придумать так? Я не разговариваю. Я, потому что мне написал, я просто, мне Ежи написал, пригласил меня. Я не просто Боярин, я еще как бы, Ежин подсос поэтому. Ежин подсос, да. Я, так и, нет. Человеческая реформа. То есть, это касается. На полставки соведущий. Да, Еже? Не знаю, если поддаются, но это будет в любви. Нет, нет, нет. И спроси ему, имейте иудеи и выход к Средиземному. Мой лучший. Там гопнят и сидят на море, и проходу не дают два километра. Он написал, что хорошо сейчас отменю стрим и пойду развлекать донатурных форматов. Кто написал? Я не знаю, это было иронично или нет. Кто написал? Его! Подожди, а зачем ему отменять стрим, когда, в принципе, он успеет и звезда светится, и... У него же там объемная тема, прошуковая. А ты кто? Видимо, сейчас может приехать. Там какая-то ёбанная чат, товарищ. Ну да. Я и сыновей. Ты не вовсе за этих донат. Так, ешь за 4 донаты. А что, были донаты какие-то? Мне просто не слышно. Будем видео смотреть. Вы напишите, пожалуйста, меня слышно или нет. Слышно, слышно. Сейчас напишу. Не-не-не-не. Ну ты чего пишешь? Пускай и люди, которые... Тебе-то меня слышно. Звук, как и жопа. Блядь, звук, как и жопа. Ахуя. Ну тогда... Ну тогда вы... Что вы на цене? Короче, господа, тогда мы оффаем стрим. Всё, я теперь помню. Сейчас мы сделаем. У него соль. Примузера администратора Фрайди, как... Ну тогда, наверное, иметь смысл. Да. Ну, панклах. Да. Сейчас наушим. Не-не, вот то есть... Ну что, я теперь помыла. Ну что, я не всех сразу знаю, как счастье подверг. Я сам с ним все. Ну... Так как... То есть еще красный яхт. Я так думаю, что интересы ему... Я это трещотка с зубовом, а так нормально. Ну, смысле, сверх на том... Даже тоненьше, наверное, чем соль. Ну, ну, честно. Ну, я... Знаешь, я... Я рассказал еще, как с молоковой. Прямо... Прямо в эту... Вот, вот, вот. А, окей. Так, ее надо нажимать или... Не-не-не-не, нажимать нельзя, он выключится. Аху-чет. Вот эта современная техника, она просто генеральна. Слушайте, а у меня пизличка с собой есть для айпадов и телефонов. Но если ты нажмешь ее, все выключится. Я же есть пизличка. Так, господа, сейчас меня слышно. Скажите, что Яна стреляет тоже. Вместо того, чтобы писать какую-то хуйню, вы ее лучше напишите, пожалуйста, Слышно меня или нет кто-нибудь. Блядь, как только... Как только... Как только... Как только придет ко мне... Трещит. А, то есть... Я же облачиваю тебя. Привет. Я же слышно меня. Да, да, да. Слышно вас слышно. Блядь, как... Как только... А, окей. Не, нормально, все хорошо. Да, все. Не, нормально слышно, все. Замечательно. Я буду тогда говорить в этот микрофон. Так, ну что, донатьте вот так. Я на своем канале? Да, донатьте. Потому что до этого мы запускали стримы на канале Апостола. И нас онлайн слушало меньше людей, чем у нас сейчас в зале. Я писал экстремную трансляцию. Ну что, пользуйтесь тем, что апостола нет сейчас в помещении. Вы можете задавать какие-то вопросы. Про армянский национализм, да, ключевые вопросы. Армянский национализм. Про богу-язычник. Ну я могу его вообще на стол положить, на самом деле. Я просто боюсь, что меня не будет слышно опять. Чуть-чуть подальше, это не значит, что это почему-то. Ну это слишком сложно, на самом деле. А сколько у нас будет сейчас? 617, 617. Не так плохо. Будет ли Юра? Юра сейчас ходит на улице, сейчас не туда идет. Там 50 штаб, просто вышел, и сразу комната на половину. Нет, показалось, что ты знал, а вот все. Юра была там, что люди были ссы. Нет, в смысле сайтистом. Я не могу записать. Юра! Юра сейчас просят люди. Что-то, короче, что-то. Кто, кто-то. Должна работать. Кого он? Юра поправился немножко. А, как я идет? В смысле, а почему Юра к тебе идет, а не ты? А, да, кстати, да. Как сказать? Давай-ка я туда сяду, и ты ко мне куда ешь. Чуть за хуйня, сарма. Паспорт, вы посмотрите кто-нибудь, слышно ли? Я же сейчас слышу. Да, слушай, я его слышу. Вот, говорите. Мне нравится этот момент. Ну вот, сейчас еще раз. Мойся. Хочешь меня снять? Влаши, тебе она нравится? Селиконный. Я же, скажите что-нибудь на Порше. Так, ребят, ты оказываешься, ну, грязь. Я здравится. Подтверждаю, кстати. К счастью, вы СМ Москва-Казань не построили еще, так что он приедет быстро. Я чувствую себя как в каменном веке, просто. А вот, врач, находится? Я надеялся, что здесь запады повезешь. Что-то есть, товарищ? Пойдем в Азбуку. Пойдите в Англию. Ну, я Англию. Ты пойдешь? Давай, пойдем? Давай расплатимся и пив пахнуть. Не, просто ты предлагай. Я бухать не буду. Ну, типа, за компанию сходить сради. Кто-то раздает вайфай, что-то там не будешь. Здесь есть Wi-Fi? Нет, сегодня. А нет, просто здесь Wi-Fi чекает. Масок стола, и ухо. Мамы, мау, мау, мау. А какой-то есть другой вот. Инстаграм. У меня еще страница поизменная. Говори, помогу, если вы. У него страница есть? Ляк, страница, 3D-модель, Павла. Может, есть этот? Не, пароль. А, пусть их вилал. Да, пусть их вилал. Да, пусть их вилал. Да, пусть вы решал подъехать. Ежи, сколько ты весишь. Да хуя. Да хуя, да. Ежи, кстати, классный амбицух. Вторая вот так себя. Вторая, да. Имбицуха. Ну, сразу видно, какой. Имбицуха, ты сказал. Амбицуха. память цены а андетика давайте вкладкой зерна короче тут нет никакого тупо аналитики блядь вы его сниско-донат не поменяли блядь издец но все равно продолжение тебя там нет посмотрите человек съевший хованского да съежий хованского а я все хорошо познакомь меня с хованским я его все видео хованского смотрю ты так круто пропи... знакомь меня с хованским я не хованский я хованский да я базар это костюм я его скидываю для съемок а все хованские когда в нюхе выпьют достаточно ты не такой артистичный и умный и красивый ты не выглядишь как моя бабушка вот хованский выглядит как моя бабушка А ты нет. Ну ладно. Всё. Я смотрю все видео Хован. Все. Сердца за любовь. Обзоры на... я не знаю что. А, то есть ты даже не помнишь на что. Я смотрю все видео. Сердца за любовь. Все выпуски посмотрел. А я мирная братва. Господи, прости. Господи, помилуй. Хован. Хован может быть лучше. Вот что я скажу. Сука, я мирная братва. Сука, это заебись. Давай снимем реакцию. Я, кстати, не шучу. В той же стилистике, блядь. Тоже будем. Прикинь, кликбейт какой. Тебе придется хайера тратить. Ну, отчитай. Где худеть? Там можно просто рандомных чуваков посадить. Просто, блядь. Главное название и жанр. Мастерство за любовь. Есть такой, да? В 2015 году он снимался такие разговорные видео. У вас достаточно тепло. Напиво, кстати. Нет, а по нему сейчас просто видно, что он... Ну, классик, чтобы нам... Шаверну потрут перед запахом. То есть он реально... Никаких жариков за роликов вот этих нету. И он способен нам рассуждать... На хангушке. Нет, хватит. Смотри вас. Что-то хуль палишь, блядь. Что-то произошло именно. Нет. Вот. Вот. Здесь надо будет снимать. А, да нет, нас не надо снимать. Смотри им. Смотри им, сотри. Что, мальчик? Мамы не пристеплены. Мы русские. Мы агрессивно на камеры. Мне кажется, эта шутка уже по хангушу передержалась еще до начала трансляции. Не, реально постоянно. Знаешь, там Пророк Самбой, он же всех снимает, короче. Ну, кто-то кого видит. Постоянно, когда Пророк Самбой на кого-то наводит камеру, постоянно люди почему-то вот так делают. Кого-то, знаешь, шаолинь какой-то. Мне кажется, потому что... Потому что всех заебало, что он их снимает. Это понятно. Берегут свою пилотку. Ежа, а вы донаты вводите? А, нет. Блин, я хотел... Ну, потом. А просто деньги перепутать. Так записочку. Соточку, да. Да. И напиши на ней что-то и передай вот так. Да, просто ставите сотенную купюрку. Сама я сама пишите на ней что-то и кидайте. Короче, она летит. Ладно, господа, в общем... А можно меня ждать? По сути, да. Я отчет сделал небольшой с нашей сходочки. В общем... Кусайте локти. Что у вас нет сегодня здесь вместе с нами. Так поставь. Пожелайте хотя бы... Я хочу ноту провода, блядь. Я буду ставить половину... Половину... Фальшивый Хованский, приезжай в Москву, блядь! Эти шторы происходят каждый раз, когда пытаемся что-то... Да, можно просто на тот стол поставить... Самое топовое, когда Хованский затирает... Да, вон, культурную Москву. Юрия, например. Да нет, прям... Можно официанту попросить какую-нибудь крутящуюся фигню, и чтобы красиво... Про бескультурную Москву... Можно просто на вот эту... Волку из нас... Ну как же... Ну как же... Блядь, да... Будет еще долго жить... Блядь, да... Блядь, кстати, ебать... Ну так его жалко, пиздец... Господа, у нас... Колонн? Непреодолимых технических сложностей... Может... Дисак, абсолютно... Дисак? А почему же? Мы же, кстати, собираемся... Типа врожденные дефекты какие-то... Держит... Возвращайтесь... 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 Все, короче... До свидания... До свидания... До свидания... Пока-пока... Пока... О, у нас еще какая-то съемка... Это видео... До свидания... Все, господа... До новых встреч... Я потом... Утрублю, может быть... Еще... Еще... Да, спасибо... У тебя вот это вот... Видео... Отсюда... Не знаю... Я же сказал, что удалить... Я удалю... Ну вы не видео, надеюсь... Просто фото... Да ну скриншотишь... Господи... Формат... Да... Ну че... Ну... Ну может выбрать школу... Потому что он якобы... ЛГБТ и так далее... У нас такое... Ну в смысле... Если... Открыть... Объявляют, что он гей... Его выкинули... Я говорю... Дай пакнем ножки... И уйдем... И скажем... Я понимаю... Я не пойду к вам на Томхату... Потому что... Вы сегодня как хопник Томхаты... Мне просто страшно... Вы не смотрели... Крайне... Вот... Крайне... Делают... Секомары... Не-не-не... Это ладно... Вы можете поразмениться... 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 Это шляпка... Поразмениться... Слушай... Что он на хорошем сетоне... Молодой... Хороший... Если... Если... Объявить... То же самое... Как я раздену... Не будет активней... Лежа... А можно вопрос про... Либертарианство... Можно вопрос про либертарианство... Очень давно мучает... Да... А есть какой-нибудь еще признак... Лебезны у либертарианцев... Кроме их отрицания... Тректуальной собственности... У него просто... Желание... Вот что блять... Смотрит Ежи... Типичный блять... Типичный памятник... Нет, ну у них... Они разделяют... Вот базовую надстройку... Наверное... Ежи... Ежи... А ничего либертарианцы... Лебезны... Ничего нет... Это выдуман... Да... Смотрите... Интервью... Я видел... Я видел... Светов... У вас охуенные... Интенции... Типа... Все... Все... По сути... По сути... Ежи... Вот вы постоянно говорите... Что... СССР... Черкасский расстрелял рабочих... Это же государство рабочих-то дуло... И оно само себя расстреляло... Да... Государство рабочих... А в чем разница между расстрелом... Это... Разница в том... Что оно было в теории только... Государство рабочих... Нет... Хорошо... Даже если мы... Говно собачье... Даже если мы принимаем... Что за постулат... Он так представился... У него... Не... Вячеслав... 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 Таким образом, это суицид, и таким образом, это мортальное действие, и таким образом, если мы обратимся к Ницше, то это дамбер. Ну, Семен же по фактам всё разъебал. А, нет, всё, тогда Семен по факту. Пиздец у тебя обоссал, апостол. Реально, блин. Я же, вы не пошли, пожалуйста, ты его обоссал, Семен. Но по признакам не везти. Семен любит таланты, чтобы факт приводили. Так, каких рабочих, когда же стреляли, где трупы? Вот тут надо создать определенную атмосферу. Да нет, почему нет их в холодильнике? Комплементарную для того, чтобы я... Вы говорите, говорите? Ну, опять-таки, смотри, они на улице, они хотят построить без вас. Те же много. За вас. Идеально. За рабочих-то нас. За моё ощущение, они отрицают, по моему, класс. Они хотят просто... Ну, да. Ну, 50. В общинах же они не планируют всех уравнять в общинах. Они... Это определение общины. Как бы. Ну, они типа... Община — это коммуна. То есть, вот, когда ты говоришь это всё, просто заменяя слово «община» на коммуна. Они же не хотят в коммуне, там, всегда вне. Да, я в первых уже... Просто использую как бы эти понятия, которые, по сути, не очень... Ну, для меня это... ...и, которые государственные. Ну, не знаю. Который стянется дольше мира. Понятное дело, что это... Нет, это не города государственные. То есть, они против государства. Ну да. Я не могу понять их логику. Просто... Нет, просто... Нет, просто... Это не в том, что, в начале, такие границы, которые есть, они из-за насилия появились. И это плохо. А если то же самое будет только, если все просто возьмут эту договорацию, всем миром, и всё будет поделено точно так же. Смотри. Вообще, на живой класс. Профессиональное строение... Ну, государство по... ...тайном свету. Да. 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 А, есть государство... Поэтому... ...это существует... А, может мы как-то ближе походим? Да, давайте. То есть, тот факт, что они хотят уничтожить государство, вызывает тот факт, что они хотят безопасности. Государство и закономерный продукт нарушил. Нельзя уничтожить государство... ...принять его от тех предпосылок, которые приходят... ...бро, он сейчас все повинет! Не-а, какой-то судак. Ну, как-то, ну, что в этой культуре там... ...вот. Я всё умею! Я слышу, я слышу. Я слышу. Мы с учениями там салфетки. А вы уже посмотрели, не пропал. Мога и шарики. Мы уже посмотрели и топливы. Я просто не знаю. Вам принципиальная разница? Вам закажет какая-то мере. В этом случае, может, это у меня такое диквид. А мне очень понравилось. Я смотрю на Ураль. В левом случае одна и то же вы стоите, Пусть права у нас есть другая, они обе примерно на одну и ту же тему, но и тут немного в асинхронии. А общины, это пусть то же самое будет, да, та же самая хуже. Просто не из-за насилия, видимо весь мир соберется договориться, как-то рыночком поделят, да, в теории рыночком поделят на те же государства. Просто начальные условия будут не наносимы. А чем вот это только отличается с правительственной реакцией? В группе, там полетария. Нет, фонарки, они уже не обещают. Уже радость, как они готовятся. Ладно, где-то. Это, называется, в своих головах, по-лябному, наиболее, в других людей, сегодня не ведет башня. Мне только первое, что я нечестно, не намного. Я же, если честно, потом они не дали ничего не дали. Я же, я же. Это чистый пример того, что есть некий нарратив, и ты и прочее. Хорошо, хорошо. Хорошо, без начальных условий, да. Вот в том видео про коммуны, ну точнее, да, он говорит про коммуны, он там и говорит, что будут коммуны, и каждая коммуна будет в житии. Про коммуны, как в семнадцатом, да. Потому что, они, каждый коммун, там будет жить по своим правилам, если что, то есть коммуны и так далее. То есть коммуны, и так далее. Говно собачье. Уже велиок, там, в нашем мире. Зачем ей, зачем так? Грелитель муромских песок. Рода серых рыжих. Это плохо, а его коммуны хорошо. Берун выйдет из всех поры. И всех покривит. То есть, они насильно все захватили эти территории, и это плохо. Он так говорит. Опять-таки, это одна из своих возникновений. Ну это да. Он предлагает, что, типа, все должны договориться без насилия и поделиться. По сути, по сути, это те же самые государства. Нет, же мы должны быть привезны. То есть, если они постулируют, что вот это их коммуна, неважно, насколько она схожа с семнадцатым годом. То есть, элемент левизны, потому что они считают, что каждый субъект общества, он договороспособен, он может с наравним взглядом участвовать в этом сформировании. И это считается элементом пациентализма вот этого... Нет, просто элемент левизны будет, когда ты считаешь, что это из общества, и они все вместе могут выступать как некие равные агрессии в формировании вот этих вот условий. Ладно, все, троллят. Я понял, ладно. Говорят, что это для правых реформ. Хорош! Привезны между каждым отдельным субъектом. Здесь разница, опять-таки, между тенденцией и... Это точно не кигильянец. А либертарианцы не едут противоречия в том, что властного государства... Точно кигильянец, короче. Старклинице. Старклинице. Я только что это говорил, когда... Это про то, что хотят без государства. А про то что, как это объясняют либертарианцы? Как это объясняют либертарианцы? Как они сливаются? Два либертарианца — это три разных стран. Как бы там два траткиста — это три, три, четыре, четыре. А чем либертарианцы отвечают с алтамархистами? Да, есть такое. Это там предело. Ну, то есть, если они... Это направление нарктистов. Нет, ну, если в каком-то веке там... В 15-м там это уже... Нельзя так. Я как не знаю либертарианцев. Классических либералов он выписывается. Да, да, да. Я думаю, сколько много вот этих категорий каких-то непонятных. Да, то есть, через пару лет мы будем видеть... Дороги Светова, который будет говорить... Товарки Световой. Товарки Световой. Товарки Световой. Товарки Световой. Нет, извините, не все. Товарки СветовойGuay хэ ха 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 А если он и пишет… А это есть подриугвание в России. Нравится... У на месте выgos? Товарки Светова. А на кандор 2006 по закону рекомендации, Какие вопросы в наше предметы? За вопросы скорлую. Нет, не то всеerna equation... Если они there and at the time, то что в городе, все начало – всё Слово Ежи. Извиняюсь, что переживаю, а то, что в Китае недавно была вот эта система по поводу автоматической вещи, социальный рейтинг, как это называется, это больше правая какая-то фигня или больше левая. То есть там кто это делает и какая у него цель дать? Как фигня, но она должна быть использована в рамках авторитарной и в рамках левоавторитарной. Нет, просто я считаю, что в рамках Китая это вообще непонятно что, потому что... Нет, это не все. Это просто сама вот эта структура, если там не использовать вещи вроде, там перешел на красный свет или еще что-то. Но если ее не использовать на таком мелком уровне, условно там получил там высшее образование, там создал бизнес с рабочими местами... Это система, система рейтинг социального, она была обведена в других странах еще в 60-70-е годы. Мы говорим про Ани, Сингапур, Южная Корея, Япония, у них вот эта социальная рейтинг уже достаточно давно. Прям туда застроены? Просто все говорят про Китай, что это большая страна и типа там много... Она более экономична. Это, кстати, вызвало огромный отток населения. Сейчас идет новая волна миграции. Это китайцы, у которых есть более-менее деньги образования. Они учают на Китае, потому что они не хотят жить в этой системе. Они не понимают. Они не понимают. Сейчас мы с вами с тобой. Я послужил, как бы, не суждение, осидел в тюрьме, ты попадаешь в списки... ... ...ктотеленных людей, не благоденнодежно. Это, там есть, Куртур, Федеральный Блайлиф, который попадался в Китайский. Да, да. Блин, Миньи! Там как это косяк произошел в преступлении в будущем, в то время, в очереди, в частности, как генеральный сила. В России тоже самое. И надо понимать, что в Японии правящая партия и идеалы с помощью военных журьев. То есть, по-моему говоря, когда говорят, что Япония и тематратия, да, направление к пожарному движению. У меня первый... У меня не понимание, мы не надо самому. Ну, как можно, у меня владеют по самому. Там, на Федеральную группу правящая партия, не надо. А мы считаем, что самая партия нестабильная. Мы считаем, что самая партия ближе. Мы считаем, что Конфекцион. Технократия не работает. Технократия не работает. Технократия не работает, потому что это не означает какого-то авторитарного, а нам нужно геократически избирать правителей. Что противоречит? Допустим, Пожарский сломал душу, он идет в больницу, по этой логике он должен говорить. Мне не нужен врач, которого назначили как-то, вот, понимаете, на русском образовании, мне не нужно, чтобы меня лечила коллеги профессиональных врачей, мне нужно, чтобы весь коллектив больницы, все люди, которые в этот момент в больнице находятся, включая младший медицинский персонал, включая мастер-процессы, они вот как-то защитил нужную страницу. Они все проголосуют, и я выбираю врача, который будет... Возможно, первый раз выиграли врача, и я сдохну, но полномочия этого врача будут ограничены, в следующий раз не верят, но врача, на них с сократических способностей, и так дальше, и так дальше. Проблема в том, что смертность в этой больнице, она просто колоссальная. Я понял, почему-то как-то не технократия не работает, а единственное, что работает, вообще в принципе, на уровне любых социальных институтов, это технократия. А если ты заводишься на уровне, когда, например, у нас есть технократическая структура, которая оценивает все ваши действия позитивно-негативные, но сверху кайфер на все это падает, что ты там про Путина что-то сказал, и тебе пиздец, минус, там, сооткасные риски. Ну и все, все. Ну и все, и все. Ну и все, и все, и все. Ну и все. Ну и все. Советский Союз часто приют, как пример, в Союзе. И я часто так делаю, будь гостя, в Союзе, половина, как нравится. Ну что, нюхайте. Потому что были в Путинах, в Союзе, в Союзе. В Союзе. В Союзе. В Союзе. Там тоже есть селективный механизм, по которым общество функционирует. А в чем разница между технократией и мельтократией? А это частный случай. Ну а только любой отбор по селективным критериям, а не исходя из демократических проектов, можно назвать мельтократией. Технократия это просто, какая есть определенный табель о рангов или определенный уровень квалификации. Есть, допустим, социальный суд армии, да, и там есть определенные звания, которые ты занимаешь либо по выслуги зерк, либо получаешь образование. А что селективный мельтократией? Это технократия. В армии это технократическая система. В чем конкретно частность данного случая? Технократия отличается. Во время селективных критерий. Технократия это поверсальное, это общее название. Я понимаю, да, да. А технократия это как-то конкретно. Зачем мне за собой следить? Да, да. А при чем-то я понял стримы. Ну они всякие маргинальные. Бля, ты вклинился в разговор с какой-то... Я пытаешься отшучивать. Сандр, что это вы? Все-таки она здесь не требует от меня. А у тебя технократия это как ведущая... А, кстати, ты пойдешь к вам? Потом надо будет сфоткаться. Я это формулирую так, что технократия это... Я тоже всегда хотел сфоткаться. Поддержи мельтократии. А технократия она конкретизирует как-то. Власть комитетных и... Хорошо, захотел вспомнить. Технократия можно как писать, как власть кого? Комитетных и... Да-да-да, власть, власть людей с... Я там... Технократия можно писать, но... Хотел... А, ты... Важно понимать, что... Петросян шутил, что работает... Куда-то... Типа... Типа... Я спрашиваю, это цены или на телефон? Комитетные... Советский Союз, США и так далее... Единственное, что работает, это как раз вот эти элементы... Технократии, которые существуют в разных социальных... Технократии есть хорошие юмористы, которые функционируют. Человек может быть демократом, машистом, националистом, кем угодно. Но если он сломает ногу, он пойдет в больницу, где врач не выбран демократически. Если случится война, он будет искать защиту армии, где генералов не выбирают... Технократическим способом... Генералов назначают исходя из определенного уровня компетенции. Понимаешь, в чем дело? То есть, когда привлекает, когда человеку плохо, когда он ломает палец или еще что-то... Он становится мне не так рад... Вы говорите, типа... А, караул, всеобщеизбирательное право, он воедет, я слабо... Извините, я перебью, но мне интересно... Вы с ним также с такой же экспрессией проводите перед микрофоном? Да, 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 мы музыку даже не слышим. Лежа, а можно ли, по-вашему, согласовать демократические механизмы и меридократии? Через цензу. Ну, это аристократическая республика. Ну, знаете, есть грань, она не всегда очевидна... Демократия для некоторых или там... Например, немножечко цензов добавить, который... Вот где грань между аристократической республикой и... Нет, к аристократической республике я хорошо отношусь, потому что это промежуточный этап на пути либо от демократии до меридократии, либо от демократии, либо от демократии... Ну, а где вот грань-то не разделяет? Ну, сколько процентов... Там только идёт экономически у них такая проблема. То есть до определенного момента Венеция была нужна, как некий такой транзитный порт, и типа они грабили то, что от Византии осталось... Их турки, их турки бежали. Да, потом... Их турки бежали, я считал. Смотри, если есть... Какие критерии? Это, может быть, либо имущественный критерий, да? То есть ты участвуешь в выборах, потому что ты сплатил налог на участие в выборах. Либо образовательный критерий. То есть у тебя либо есть высшее образование, либо ты сдаёшь специальный экзамен. Как вот, допустим, чтобы водить машину, тебе нужно сдать на права. Правильно? Служба в армии. А чтобы участвовать... Это как в этой повселенной... Ухайлайн я был в Звёздном десанте. Звёздный десант, да-да-да. Я хотел сказать. А смотри, а для того, чтобы участвовать в жизни государства, получается, тебе ничего не надо. Тебе надо просто дожить до 18 лет, и всё, ты можешь голосовать. Это неправильно, следовательно. У нас, по-моему, сейчас... Чтобы ты сдавал экзамен на знание политического устройства и истории своей страны, как бы, и тогда ты можешь участвовать. Ну, это причём самое мягкое. То есть наличие образовательного, да, это... В Америке же есть консенсы на регистрацию избрать. Ну, он был раньше, сейчас... Ну, это, возможно, там каким-то мигрантам... У них была такая тема, что вот когда ещё законы, расовые законы, вот это там, Кроу, там была такая тема, что, типа, негры не могли голосовать, потому что они не могли сдать этот экзамен. И в итоге они этот экзамен отменили, чтобы негры могли голосовать. И у них было там два чувака. Первый был Мартин Лютеркин, который говорил, типа, давайте демократии, там, давайте все равные, все со всеми. А был второй чернокожий, борец за права негров, которого сейчас никто не знает, почему, потому что он был очень правый. Он говорил, давайте не будем отменять этот экзамен, но пускай его белые сдают, как бы, и чёрные. И тогда белые Армании из Южных Штатов, вот эти вот реднеки тупые, они не будут голосовать. То есть как бы не только негры тупые не будут голосовать, но и белые тупые не будут голосовать, у нас будет как бы утро-ролитаристское правительство. Но в итоге это всё отменили, и сейчас там голосуют все. Вы не будете против, как бы, такой демократии? Это не демократия, это просто атистская республика. Если это называть демократией, то демократия с высоким паром на вхождение. Да. Меньшее говно лучше, чем больше. Вы понимаете, нет, мне кажется, четкого критерия между, как бы, обычной демократией и этой критерии. Такой критерий, что сейчас ты можешь голосовать просто по дефолту, вне зависимости от голоса. У вас тоже есть ценз, только возрастной. Он один остался. Ой, ну такой себе ценз. Блядь, дожил до 18 лет, ты не сдох. Ну это ценз? Ну это ценз. Я говорю не про возрастной ценз, я говорю про образовательный и имущественный ценз. Ну да. Если ты собственный к земле, допустим. Если ты считаешь, что возрастной ценз равняется образовательной цензой, то это не джизм. Образовательной цензой не равняется. Нет, я у вас где-то год назад спрашивал, вы тогда сказали, что отрицательно к этому относитесь по поводу пропорционального какого-то голосования. Смотри, смотри. То есть, условно, если ты получил высшее образование, то твой голос ценится лучше. Я могу ответить так. Такое было. Смотри, у меня мои собственные взгляды, они сильно правее, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Но как промежуточный этап на пути перехода от демократии к технократическому или министократическому обществу, это вполне допустимо. То есть, если будет введен образовательный и имущественный ценз. Я против любых выборов. Я, например, против суфражисток и феминисток, которые, типа, за избирательные права для женщин. Но это полумера. Это полумера. Потому что, ну, типа, вот женщины, да, могут голосовать, но они тупые, типа, это несправедливо. Да, я согласен, но мужчины тоже тупые, они тоже не должны голосовать. То есть, нужно было бороться не за избирательное право для женщин, а нужно было бороться за то, чтобы мужчин лишить избирательных прав. Это было бы невозможно. Ну, к сожалению, да. То есть... Ну... А что тогда по вам, так скажем? Ну, выбор... Идеальная опция. Никаких демократических... Никаких демократических... А у нас запись идет какая-то? Да. Я могу вас остановить, пока вы не сказали свои... А где? Сзади меня. Не секунь. Никаких демократических... Нет, ну, то есть у вас это... Как-то аристократия попрала наследство или как? Нет, нет, это антологический. Он аксиологический. Да, я... Вот это уже ближе к делу. Нужна система наследуемых статусов. Тогда станет все... А какой-то да, он родится, все наследует... А так он просрет все ежи. Так он и так все просрет. А если правителем станет наследным монархом? Опять-таки, элитаризм лучше, чем то, что сейчас происходит. Я же против. А вы понимаете, что это очень сложно реализует? Конечно. Но не сложнее реализует, чем другие социальные топи. Смотри. Вот, допустим, у нас есть как бы Сёбин, Светов и ежи Сарбат. С точки зрения Сёмина во всем виноват капитализм, капиталистические отношения, то, что буржуазия всех ебет, все плохо. Хотя, опять-таки, с точки зрения Сёмина капитализм уже закончился, потому что рыночного капитализма нету, сейчас только монополии. Значит, монополистический капитализм, да, то есть там по Ленину, империализм, высшая стадия капиталистического общества и так далее. Хотя это не так, потому что мы можем идти на улицу и увидим там кучу мелкого бизнеса. С точки зрения Светова во всем виновата государство, да, то есть номенклатура, опять-таки, они всех ебут, государство вмешивается в экономику, это все очень плохо. С точки зрения Ежи Сарбата есть две тенденции, элитаристская тенденция, которые идут красной нитью через всю историю человечества. Элитарная тенденция достигла своего абсурда сейчас в культуре и политике, у нас всеобщее избирательное право, у нас интеграция масс в качестве активной преобразующей силы, поэтому надо прокачивать вторую тенденцию. Как по вашему, это вообще возможно, разворот обратную сторону? Нет, не надо никуда разворачиваться, не надо двигаться назад или что-то, я не реакционер. Надо двигаться вперед, но в совершенно другом направлении. Ну, я имею ввиду элитарную сторону. Это вообще возможно? Понимаешь, левые узурпировали право на как бы... Что, вибрирующие посты? ...отговорение прогрессивных идеалов. То есть они считают, что вся эта хуйня, за которой они борются, бесклассовое общество, отсутствие эксплуатации человека человеком и прочее, 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 это прогрессивно, они говорят. А я считаю, что это регрессивно, а прогрессивно как раздвижение в противоположном направлении. Слишком много. Потому что движение в сторону коммуны, как социального организма. Это регресс, это социальный регресс, потому что коммуна это примитивнейшая форма социума. Я понял. Поэтому надо двигаться в другом направлении, не надо идти назад, надо прокачивать... Я лично сторонник цензовой демократии, и на этом всё. Потому что дальнейший пот к праву для меня видится слишком реликально, как по мне. Я согласен, я согласен. Как промежуточный там, да. То есть теоретически можно послушать... Я боюсь, что как бы, учитывая временные стадии, мы так и останемся тактическими союзниками до самых наших сил. Конечно, да. Если там какая-нибудь ядерная война не случится... А можно ли сказать, что элитаризм это больше просортинг, нежели по воздействию на людей, попытки сделать более... Понимаешь, элитаристская тенденция, она настолько же универсальна, как и эгалитарная. Потому что эгалитарная, она проходит везде, да. Она в культуры входит, в политику, во все сферы вообще жизни общества. Элитаристская то же самое. То есть, насколько понимают, скорее поразительно. То есть то, что у тебя есть разные группы клеток, которые за что-то отвечают, у тебя есть отдельная рука, отдельные нервные клетки и так далее, это уже говорит о том, что ты как бы некая антиэгалитарная сущность. Если бы ты был в колонии Вальвокса, и у тебя все группы клеток были бы совершенно одинаковые, и все функционировали в едином режиме, то это вот идеальная форма эгалитарного живого организма. Но проблема левых в том, что они пытаются эту модель экстраполировать на социум. То есть их идеал это суббота-суббот, шаббат-шаббат, где нет ни больных, ни бедных, ни неравенства, ни воин, ни эксплуатации, где все равные, все счастливые, где всякая слеза. В эгалитарном обществе там необходима тоже дифференциация добродетелей, дифференциация культуры, она не для всех одинаковая. Я противопоставляю дифференциацию и отсутствие дифференциации. Ну фашисты, у фашистов было ограничение рентабельности предприятий. Это если мы говорим фашистов именно в третьем рейне. Я не знаю, возможно в Италии. Государство это высшая ценность. Ну это да. У меня на самом деле порой поразвают. Я не считаю, что государство это ценность сама по себе. Я считаю, что государство это просто средство. И надо не стремиться к уничтожению государства, а нужно просто смотреть на то, в чьих руках находится государство. Да, мое мнение нужно смотреть. Кто использует государство как инструмент? Понимаешь, в чем дело? Нет, мое мнение, что нужно присматриваться ко всем примерам и брать лучше. Надо уничтожать любое государство, потому что ни у кого, ни у одной социальной группы, ни в одной системе у нее не должно быть такого инструмента в руках, чтобы уметь подавлять кого-то других людей и так далее. Но это утопия. Потому что если ты уничтожишь свое государство, тебя сожрут другие государства. Но это как коммунизм. Генезис государства в истории шел через частные армии. Потому что они воевали не против номенклатуры, они воевали против людей, которые с большой дороги выходили с большим топором и говорили, мы сейчас у тебя все отберем. И тогда они либо с этим человеком договаривались, если бы находили своего, который бы их защищал за то, чтобы они отдавали ему часть прибыли. То есть это не налог, это оплата услуг. То есть человек тебя защищает с топором, а ты платишь ему за это какие-то средства, содержишь его, его дружину и так далее. Это генезис государства так происходило. То есть, по сути, анархисты, вот эти анкапы, они что предлагают? Они предлагают перевернуть стол, потому что на нем некая иерархия выстроилась, которая им не нравится. Но по сути... Стол потом это... С другой стороны начнется тоже строиться. Вот здесь, кстати, я согласен с марксистами в том смысле, что нельзя уничтожить государство, не уничтожив те предпосылки в обществе, которые приводят к формированию государства. Государства все равно будут выстроены. Но формирование государства это предпосылки... Либо нужно... Геологические предпосылки. Либо нужно мировое анкапство, то есть это как коммунизм опять. Понимаешь, что... Даже если у тебя мировой коммунизм, мировой анкап будет, ну все равно... А, еще, да, вот меня спрашивал человека изначально, почему анкапы левые? Анкапы, на самом деле, против капитализма. Потому что никакого капитализма не может существовать без институтов в обществе, которые гарантируют протекание транзакций, защиту и прочее. Ну, по крайней мере, больше чем одно. Зачем мне покупать у тебя яблоки, если я могу прийти с пистолетом, все, видите, и отдохать у тебя все яблоки. То есть, все равно неминуемо в обществе должна быть та сила, которая гарантирует безопасность осуществления экономических транзакций. А это и есть государство в силу определения государства. Это просто определение государства. Если ты хочешь уничтожить государство, никого капитализма не любит. Либо государство, либо капитализм. Государство, оно всегда, как бы, оно не только грабит, там, злой чиновник, грабит, знаете, от лампу, расправившему крылья. Но государство, оно всегда занималось тем, что оно защищало людей. То есть, агуши в Америке, гибутцы в Израиле, они существуют только потому, что они под защитой американской армии, БР, АНГ, там, федеральные правительства и так далее. Если ничего этого не будет, то вы сможете сделать все. У них, наверное, тэнки. Как ты мне говорил, да? Сейчас, наверное, там, пожалуйста. Так это есть государство? У них чёпот-то не может быть. Чёпот-то не может быть. Чёпот-то не может быть. Не же, не же, не же, знаете, в чём разница, мне кажется, они меньше? Смотрите, вы же можете разорвать контракт с наёмником, который вас защищает? Да. С государством, нет? Не, ну а наёмников право сильного просто применяют, говорят, типа, хрен тебе, не разрыв контракта. Можешь переехать другую руку. Государственный смысл. Это разные коммуны. Просто воспринимай это как... Сандров, ты вообще не можешь победить. Анкапы уже победили. Есть разные коммуны. Одна коммуна называется Российская Франция. Каждый из людей здесь присутствующих. Это наивейшая часть совета директоров этой коммуны. У тебя есть паспорт, ты можешь голосовать, ты можешь выбирать председателя этой коммуны. Смотрите, Анкапы уже победили. Нет ситуации, где они могли бы вообще откатываться от наёмнических клубов. Ты можешь... Как? Нежбухи, Сомали, Афганистан... Можно привезти Ватикан. Вот они хотят это сделать везде. Чтобы везде было Сомали? Да, да, да. Можно привезти, например, Ватикан. По сути, Ватикан это община, там мало людей. Но оно находится только на территории Италии. Оно находится только на территории Италии. И оно нанимает, к тому же, наёмников Италии. Это государство. Швейцарство. Получается, что мигма это община находится в государстве. Она без него никак побольше. Но, что вы сейчас сказали, это свидетельствует о гуманитализме. Ну, швейцарство оно нанимает наёмник. Какого-то оно нанимает и... Они приводят тейк о том, что вы в праве субъектуете его. Потому что вы на наёмники в Талли. Они живут, как и в СССР. Они думают критиками в Талли, в Талли, в Швеции. Но они всё равно не родились на территории Италии государства. И они всё равно являлись на территории Италии. То есть, если мы говорим о гуманитализме, то есть, если мы так смотреть, то она есть форма. Никакого капитализма никого нет. Шесть миллионов, капец. Шесть миллионов. Это было там пустое. Это не теория, это фантазия. Ну да. Теория, это, конечно, что я поиграю. А у них нет теории, они фантазии. Отменим государство. Ежи. 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 Свет признаёт, что это фантазия. Говорит, есть путеводная звезда Анаткапа. Коммунисты тоже самое говорят. Нет, по-моему, у них есть определённая чёткая цель построить коммунисты. А светом говорит, что они никогда не построят Анаткап, но они как бы должны на него типа ориентироваться. Нахуя ориентироваться на общество, которое первое, ты никогда не построишь, второе, если ты его построишь, будет ебаная Сомалия. Зачем? Ты думаешь, что ты будешь? Тем более, я не думаю, что ты будешь. Ты должен как биться. А ты ещё не будешь, потому что фантазия. Не, ну слушай, если бы коммунист был реален, то без суда как долго быть не плохо, но он нереален. Ребята, найдите старые вот эти подшипные полемики между Бакуниным и Кропе, между Бакуниным и Марксом во втором интернационале. Вот первый и второй интернационал. Вся полемика, как бы современными коммунистами и современными Анкапами между Сёбином и Светом. Ну, бля, ну хватит его, типа. Это всё уже описано в материалах второго и первого интернационала. Один за всех мысли. Это не такой толстый. А я не понимаю, если они понимают, что это фантазия и что можно... Знаете, это без него, мирожай. Это как вытащит, мне кажется, части обидно в Китине. Это не такой толстый. Нет, это не такой толстый. Смотрите, они хотят как бы ограничить государство. Не уничтожить его артизу, по слову. А ваши, и они что-то нельзя, они хотят его ограничить. Почему им не нравится минархизм? Почему им не нравится минархизм? Почему они выписывают минархизм? Они понимают, что они не получат ничего, как другое, как другое, чем минархизм. Ничего. Почему не исповедуют минархизм? Я ещё раз говорю, в итоге будет не одна либертарианская партия, а две партии. Одна для Анкапа. Я лично считаю, что минархизм... Разрыв между Световым и Паджарским, это вот именно разрыв между Анкапами и... Я, кстати, пытался спрашивать универтарианцев на мероприятии. Теперь Паджарский неправильно чувствует. Они говорят, что у них пока этих дискуссий прямо нет. Но я думаю, что со временем с ростом партии... Ну я говорю, что с ростом партии произойдёт минархизм. Родков. 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 А вам не кажется, что проблема минархизма, то что если у государства будет мало... Минархизма, то что одно яйцо будет. Минархизма — это врождённый порог развития яичек. У тебя одно яичко, это хуёво, чувак. В общем, донайте, чтобы на следующей сходке не было... Елда богов, я просто... Это неотлично. Так Елда богов привёз в полном составе. Я ничего не понимаю. Говорю, не будет тебя, Елда богов привёз в полном составе. Да, пиздец. Не, играйся с нами, бичу тебя, блядь, Елда богов. Анка, откуда-то всё появишься. Я же в вашей программе... Зачем нам вы думаете? Ну, у вас был гос, где вы описывали ваши взгляды. Ну, нам вы вмешательство в частную жизнь, в личную и так далее. Что вмешательство в частности? Да, посте, где вы описывали свои взгляды. Ну, там, вмешательство в личную и частную жизнь и так далее. И какая-то даже свобода слова. Я понимаю, а вот как это может не ожидаться, например, если методортическое правительство само поймёт, что это не надо ограничивать. Никто его разбивать, ты чё? Никто никому зависит, я бьюсь, что ты че хрень не веду. Как вот это гарантировать, условно говоря, демократы? Я ответил, что мы демократы, мы можем сменить правительство, у нас наши права никто не отберёт, там личная, частная переписка, все дела. Я где-то 50% трогал, вы представляете личность? Ну, в общем, как рассчитывать эти личные права, если мы часто переписывались в методортическое правительство, там очно и бежим, что лично принято. Понимаешь, это на уровне того, как сделать так, чтобы переписать. Ты знаешь, как в Советском Союзе анекдот был такой, типа, правда ли, что в Советском Союзе все письма подвергаются перегустрации? Нет, не правда, но письма с эти советским содержанием не доставляются. То есть, если меритократия решит, то как бы... Так это не только меритократия, любое... Даже демократическое правительство решит, то оно... Демократическое правительство, теории, которые... Что за них такое... Вайс, Той, 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 Той... Мы ее редко видели. То есть, можно сказать, например, Третий Рейк... Сделали языки, да? Могли бы сказать, что Третий Рейк, когда... Сила того, что не было компьютеров и так далее, это, например, одна из самых сильных технократий. Да, охуенная технократия, когда у тебя фюрером и канцлером становятся человек без образования. Не-не, у него было образование... На сколько? Как бы рисовал картины для туристов, чтобы... У кого было с удовольствием образование? У Гилера. Я не вижу высокие методы решения на местах, с учетом того, что сегодня лопаты не делались, везде были ничего. Так она места будет промежевая. Скорее были элементы. У них партия нациск, она как бы присосалась. Все может удар, что где-то везде сотни. Когда лаги схлестнулись, бля, вскрылись. Леонидович, ты считаешь, что урбанизация вообще убьет планету? Да. И процесс урбанизации сейчас идёт... Сам по себе нет планеты у машины. Ну, вообще, на самом деле, антропогенное решательство в экологии, оно приоценено. Такой хулиган какой-то. Ну, в оригинале экологии, я говорю про социальный фактор, потому что, смотри, что происходит. А чё, кто пойдёт в Трекцию? Люди там, массово, там, в 20-й век, то есть не будет. А чё вы знаете? Ну, ты курсишь, что извержение вулканов? А зачем ходить вообще? Что за гейм придумали? У меня, как бы... Мне лучше деньги, чтобы делать комплименты, я не фокус, поэтому просто стекай с ад. Ты тоже сегодня не мастер обращения. Ну, я прощу тебя. Как неожиданно. Если ты пойдёшь с нами, то я готов постараться и проявлять. У тебя и много проблем, да. Каких? Ну, типа, результат не ГРГ. А что у меня планеты? А... В экологическом планете? Что растения, что ли? Что растения, что ли? Эм... Я как-то спасёшь, что ли? Ну, звучал где-то. Да, общество-то убьёт. Вице-вице-вице. Не, ну ты говорила про убийство планеты, а не про убийство общества. А ты отказался вообще? Кого? Ну пойдёте. А чё, он кончил? Ну как? Я могу обнять. А, я видел. А мы что, уже уходим? Мы не уходим? Просто обнять его. Ну что? А просто? Он такой мир, драча. Он странь, драча. На убийство планеты это разные вещи. Может тоже обнять? Не, не надо. Ну, если вы хотите, в принципе, я не прощу. Я вообще... Он любит христианскую любовь. Я люблю обнимашки, если честно. Я обожаю. Ладно, Сандра, я готов тебя. Отбросим планеты. Не за деньги. Ой, что ж ты говорила. Я видел. Нет, ну вообще, это уже стрёмно прозвучало. Я тебе сегодня обратно. Просто так. Типа... Ты... Ну... У меня есть? И все мы там, оказывается, экритарией. Надо со всеми распрощаться. Если попрощаться... В смысле, попрощаюсь. В смысле попрощаюсь. Надо проводить его. На забиво надо. Смотря, блядь... Аааа... Никак подколоть не хочу, но просто хочу узнать ваше мнение. Вот вы за свободу слова, как вы относитесь к кому, что в Сангапуре нет свободы слова? Нормально, это их общество. Опять-таки я не считаю, что есть какие-то универсальные решения. Я считаю, что я за сохранение локальных идентичностей. То есть где-то должно существовать общество с одними законами, где-то с другими законами. А в России на сколько это приживется? Нет, не приживется. Ничего не приживется абсолютно. 70 лет строили социализм, ничего не получилось. Сейчас будет строить 70 лет капитализм, тоже ничего не получится. Следующее же будет социалистический монополизм. Если вы хотите, чтобы у вас ожидания совпали с результатом, надо сразу начинать строить православную теократическую монархию. Православный социализм? Я не хочу. А может быть начать, чтобы децентрализировать образование? Нет, образование хотя бы. Образование уже децентрализовано, по факту. Потому что есть МГУ условно, а есть частные вузы, которые существуют только для того, чтобы отсрочку АТАР. И там разные образовательные скандарты. Все равно нельзя учиться за программу в той или иной степени. Все равно приходится... Ну, хотя бы школьное образование. А смысл? Если школьное образование в разных субъектах Российской Федерации будет давать разные какие-то базовые вещи... Нет, я не про разные субъекты, я говорю про разные школы. То есть чем школа лучше, тем, скажем так, куда сложнее попасть. Так это и сейчас. Нет, понятно, что это есть, но это, скажем так, все равно от ЕГЭ никто не уйдет. Ну, ЕГЭ отметить надо, но его надо повсеместно скорее отменять. А что его заменить? Хочешь, чтобы Питер не взяли на этической обманой? Да, хорошо работало. Ну, у них королева глава Англиканской церкви. Ну, я не понимаю, зачем это было. Я просто в первый год попал в Кабуре. В Кабуре очень красиво, Англиканская церковь, кстати. Квант, кстати, не всегда, в принципе, плотно, потому что Британия одна из местных. Ну, местных. Ну, она, как бы, в самой Британии жопа, а в основном колония хорошо жопа. Да, приведенный набор заданий, которые... Знаете это? Да, Австралия. В Канаде тоже жопа. Знаете, где хорошо? В Катаре. В Катаре. В Катаре? Не, я не знаю, я был хоразитом, который постоянно летал. А я вот там был... В Катаре-медельку, да. Не знаю, вот это пустыне страны. В Катаре-медельку, допустим. Ну да, там нечего смотреть, но... В Катаре-медельку, да. В Катаре-медельку, да. Знаете, для вас Катар был бы идеальным, потому что там 2 миллиона населения, и только тысячи из них Катартов, и 1,5 миллиона преступников. Мы это отступаем. Ну да, это правда. То, что, как бы, ты... Я, если перееду в Катаре-медельку... Ну, я просто говорю про то, что 1,5 миллиона человек... Смотрите. А вы видели нового... Мы предполагаем, что это немножко и доказательство, потому что может уравнеть людей. Но... Нет, ему 50 миллионов. Я же, если недавно... Водигар. Кто из республик приехал... Ну, там 100% ЕГЭ? Кого в школе не могут не уготавливать. Нет. Там она не совсем без границ. Да. Даже если есть... А? Совершенность. Он тоже заплатил. Да. Он всегда этот ЕГЭ может пересдать. Да. Слушайте, я же... Меньше не буду. А по поводу трансформы... А я просто... Это астрактный. Ну, она достаточно абстрактная. Потому что... Я считаю... Мое личное мнение, что... Есть и такое. То есть, можно заработать... Конечно. Не так, как это выигравка фильмов... Показывает... Подожди, что ли. Это будущая человеческая. А какой интернатив предлагаете игры? Компированный? Просто... Там... Были же заявления... Мне просто забавно, когда люди в России рассуждают о том, что гуманизме о работе всех, как тут кемларовый, с келье... Ну, нет. Это абсолютно идея. Что у нас будет в ближайшие сто лет в планете? Гуманизм? Вот этот вот маленький чипик можно будет просто под кожу подать. Это уже сейчас можно сделать. И уже, тем более. Все. Нет, ну, я же, если вы житель послы, принц, бейте разговоры даже не стоит. Это, получается, гуманизация двух вещей. С одной стороны, мы получаем колонный расчетный анализ. У нас чипик под кожей можно будет... Нет, ну, я же, Сигуацид у нас тренинг тоже еще не будет. А, смотрят какие? Посмотри. Ну, я не знаю, я здесь за сезон. Сейчас ты по универу. Ну, я пройди говорю. Ну, там тебе келорус. Я близки, да? Келорус. Я не знаю. Я не знаю. Я не понимаю, кого мы обгоняем. Я не понимаю, кого мы обгоняем. Смотря в чем. Смотря в чем. Я говорю частный пример. В Нью-Йорке это спорт метро. Билетики неконтактные. А, ну, вы начали сейчас с полуиска, она поняла. Это тебе как-то мешает жить? В Нью-Йорке метро не надо ничего поставить. Не, я был там два года назад. Да, да, да. Надо спросить у вас вот это вот. Я два года назад там был. Там поэтажа в 10 минут. Не знаю. В Азии или в Нью-Йорке? Это в Азии. А я говорю про Нью-Йорку. У меня какой-нибудь. Да, нет. По нескому спекту она более... В Нью-Йорке, я скажу, очень говно. Нет. Потому что профсоюзы сильно сломили. Цель у них нет в Нью-Йорке. Каждый курс. Синдикат. Целая история с Нью-Йорком. Интересно. Для компонентов. А в Азии вообще нет метода. Очень-очень маленькие целисты уходят. Зачем? Фактические иззвания. Ну, как думаешь, да. Комбатистой. Это очень-очень мощная работа. По большому счёту, много разницы. Землённый бизнес. Ну, понятно. Ну, смотри. Если ты строишь над землёй. Ну, строить дешевле, но при этом ты больше денег на обслуживание. Нет. Я понимал, что я говорю с точки зрения трудовой. Каким образом можно одну, например, найти? Ну, какими можно можно удовлетворить? Ну, хочешь пойти на физика там, как я, по-моему, чем я. Но это, Федер на самом деле большая. Да, Федер на самом деле большая. Это другой город. А, Федерский, Москва довольно чистый. Я знаю, это. Да, есть вот этот, который... Нет. Даже в каком-нибудь висе, но... Даже в каком-нибудь висе, но нет. Ну, это уже муторь, который проезжает с юга, довольно-таки чисто. Да, да. И со временем было много травм. Там мы вот так думали... Масса 550 рублей, по-моему, на слуху и актуальность. Да, да. Бюджет не стоит? Прошёл этот тест, получил там... Хотел калышку... Если нас просто, скажем так, видит Басклина о том, что поддерживать водяние состояние, ну, типа водяние приклада оправданной обеспеченности. Я просто скажу, что нам все спрашивают, что вы на будущем украшиваете те гнезди, которые останутся с вами и наружу, и не отказались. Я не могу сказать, что это очень хорошо. Ну, слушай, Марк, ну, только починкуть ее свой. Сколько нужно денег, ну, смотри, я жил в Митерской, у нас сейчас ходят репетиции, у нас сейчас выходят репетиции парадов в танке, один танк, блядь, весит до хуя тонн. Ну, я понимаю, да, но уже после одной репетиции там колея ни хуёво такая. День в Куасе и Москва очень богатые, что не вкоре, что в Куасе и Москва. Ну, это много народов, по сути. Вы-то латвейцы, в том, откуда вы показали там, приходят. В Москве же, а вы же в Москве проезды? Ну, опять-таки, это теоретически. А куда вы идете, Европа? В Италию. В Германии. Я же эмигрант. Просто я помню, что вы как-то говорили, что вы в Францию ходить, но после Нотр-Дамы не особо. Не, я сейчас в Германию пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.